Привет, дорогой друг! Представляю твоему вниманию проект GoldStarRolliPlay. Ссылка на проект будет в описании. Сервер откроется 23-го числа, поэтому советую зайти в их группу ВКонтакте, посмотреть, что у них и как. Лично я уже всё увидел, посмотрел, и сервер мне действительно понравился, что советую и вам. Ну что ж, привет, дорогой друг! А перед просмотром данного ролика, прошу тебя, поставь, пожалуйста, лайк. И сейчас я нахожусь в банде Баллас по-прежнему. Никто меня не увольняет, всё мне прекрасно, всё хорошо. И сейчас мы подойдём к квестовому персонажу Краену, который 9 ранг, судя по скину, и возьмём у него ежедневное задание. То есть тут есть несколько ежедневных заданий. В поисках семян. Семян конопли, я так понимаю. Так. Далее у нас есть, занимаемся садоводством. Садоводство это выращивание конопли, потом мы, так сказать, защищаем эту коноплю от людей, которые на нас нападают. Потом война за территорию, грабим военную базу, грабим мотовозы и красим стены. Всё, в принципе, довольно-таки легко. Йоу, бро! Говорят, скоро... Чего? А, ну да. Говорят, скоро передряга будет на нашей территории. Нужны срочно семена травы. Ну, как я уже и говорил. Которые тут можно очень хорошо применить. Гони в лес и найди 10 семян. Для выполнения задания необходимо отправиться за город и искать семена травы у деревьев. Необходимо собрать 10 штук. По завершению работы нужно вернуться к брату за наградой. То есть, я так понял, это типа наш квестовый брат. Награда за выполнение 10 наркотиков плюс 1 экспа. Окей. Вообще вопросов нету. Давайте без проблем сядем в автомобиль и поедем уже за наркотиками. Так, я знаю пару лесов, где имеются наркотики, где мне можно их добыть как раз-таки. Самое печальное то, что 10 кустов, но 10 кустов это... Ну, не очень мало на самом деле. Это довольно-таки много. Поэтому придется как-то по-быстрому все это делать. По-быстрому ехать, добывать все это. Потому что времени на это уйдет действительно много. Сегодня мы пройдем два задания от этого брата Райана. Первое, это будет как раз-таки вот собрать эту... Семена конопли, я так понимаю, собрать. И второе задание, это нужно заняться земледелием и вырастить семена данной конопли, которую мы предварительно сейчас соберем. Все, я думаю, легко. Особо напрягаться здесь не стоит, я думаю. То есть нам всего-то нужно покататься по лесу и поискать. Хотя, есть один минус. На данный момент 609 человек онлайна, но уже ребята ездят из банды и собирают эти семена. То есть может оказаться так, что их просто не будет и придется нам ждать примерно минут 5 или 10. Ну, я не знаю, сколько они там спавнятся и за какое время. Но факт остается фактом. Главное, чтобы их не собрали. Опять же, когда проезжаешь, вот тут желательно посмотреть тоже различные семена. Потому что они вообще, в принципе, во всех лесах находятся. И есть шанс то, что мы сможем найти первые плоды. Найдем как раз-таки где-нибудь здесь. Но, честно, я пока еще не знаю. То есть как я вот, не знаю, я не замечаю почему-то. Хотя раньше, когда ездил на такси, частенько было дело такое. То, что едешь и замечаешь. Ну, вот, кстати, это лесочек, где они якобы находятся, эти семена конопли. Но я думаю, мне нужно ехать капец как далеко. Ой, ребята, ладно, давайте съездим. Давайте вот здесь посмотрим, поищем. Мне просто проехать на машине, я думаю. То есть так как... А, вот, кстати, ну да, ну вот они, эти семена конопли. То есть вот как раз они тут даже... Как раз я сейчас десяточку-то и соберу. Вы нашли семена для посадки наркотиков. Ну, то бишь, вообще по факту написать нужно не для посадки наркотиков, а вы нашли семена конопли. Потому что как бы вообще, это ни хера не котопля, это вообще бутон какой-то. Но, если это написать так, то будет намного проще, ребятам, я думаю. Не знаю, конечно, что вы, ребят, думаете. Но, в принципе, собираем мы по факту коноплю. То есть какие еще наркотики растут у нас. Точно не знаю, я в этом как бы не спец. Но если кто спец, то можете написать комментарии. Посмотрим, кто у нас дует эту херню. Так, ну сейчас стоит вопрос. Так, сколько я... У вас уже девять штук. Подробности в системе это не надо нам. Всё. Вы успешно собрали десять саженцев конопли. То есть теперь нам нужно взять свою машину, приехать обратно к нашему квестовому брату и забрать у него свою прибыль. То бишь, забрать десять наркотиков. Уже, кстати, готовых. Не семена, а именно готовые наркотики, которые нам пригодятся, которые мы будем юзать во время того, как нас будут пытаться убить. То есть, я так понимаю, здесь наркотики юзнул, хп пополнил, и всё прекрасно. Надеюсь, так это и действует. Но я думаю, не стоит записывать тот момент, когда я еду. Я думаю, нужно просто... Ох ты, ё-моё. В общем, не буду это записывать, и как только буду у Райана... Ну что ж, остались буквально считанные секунды до того момента, как я приеду и заберу свою награду. Плюс начну выполнять новый квест. Самое печальное, то, что во втором квесте могут приехать другие преступники, попросту убить меня и собрать всю коноплю. Вот это самое печальное. Именно поэтому нужно защищать это место. Итак, завершаем. Общак пополнен 300 патронами, так как Серёга Хост выполнил ежедневное задание. То есть, общак пополнил. Красава, бро! Вот твоя награда. Ну что ж, большое тебе спасибо. Итак, здесь дают нам 6,5 тысяч уже. Кстати, очень неплохо для выполнения... Для выполнения задания необходимо вырастить 5 кустов травы, которая растёт 2 часа. Кусты необходимо охранять, так как кто-то будет их воровать. Друг посадить саженец, необходимы семена. По завершению работы нужно вернуться к брату за наградой. Я не думаю, что я выполню этот квест. Блин, ну не думаю, меня убьют быстрее. Так, значит, найдите знака Плитона, который контролирует ваша банда. Охренеть, и что контролирует? GPS, LS, Ghetto. Хорошо. GPS. Значит, так, что? Стоп, GPS, LS, Ghetto. Ну давай поищем, где это наше LS, Ghetto. Ой, я не знаю, где оно. Божественно, ребят. Просто божественно. Меня взяли, короче, и просто загандонили. Пока я искал, где и что. Ну, это обычный биомусор, поэтому что уж тут поделать. Так, нам нужно найти, значит, Ghetto. Но где нам его найти, я не представляю. Вот я вижу тут LS, но именно чтобы написано было Ghetto, не знаю, где здесь. По работе, предположим, если мы найдём, то здесь я вообще офигею. Но... А, нет, нет, это не то, не то. Всё вроде хорошо пока ещё. Так, нужно искать, ребят, нужно искать. Давайте мы, я, пожалуй, прилягу пока что в больничке. И буду искать. Бизнесы, игровые организации. Нет, а есть криминальные организации? Хотя, давай-ка посмотрим сейчас здесь вот. Балас, ЛС, Вагас, Л... Ага, то есть, стоп. ЛС, Вагас и... А нам нужно что? ЛС, Балас нам нужен, да? То есть, нам нужно ЛС, Балас, но у нас тут... Я так понимаю, мы этот, без ЛС. Что-то здесь не так, я не знаю, ребят, честно. Так, разное. Давай в разном найдём. Попробуем найти в разном, конечно. ЛС, Клад, ЛС, ЛС, Гетто, 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 Гетто. Блин, вообще непонятно, где, что, чего. По GPS-у вообще не ориентируясь на данный момент почему-то. Ну... Так, дорога в Нев, Исланд. Нет, не надо. О, ребят. Придётся повозиться, конечно. Придётся повозиться, поискать. Но мне кажется, тут нихера нету, и поэтому я сейчас просто поеду в место, где сажают коноплю, туда приеду, и там спокойно, так сказать, посажу свою коноплю. А пока лечиться. Итак, чтобы посадить коноплю, нужно купить лопату. И лопату у нас стоит, ребят, охренеть сколько? 15 косарей я отдаю за эту лопату. Остаётся у меня 8. То есть, получаем мы 6,5 тысяч. И тратим 15. Плюс ко всему тратим 2 часа времени. Честно сказать, не особо выгодно, но ладно, ладно. Не суть важна. Главное сейчас посадить коноплю. Ждать я, конечно же, не буду это всё дело, потому что это 2 часа стоять АПК. Но мне кажется, это очень долго будет. Так, здесь... А, вот, кстати. Смотри-ка, погоди-ка, 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 погоди-ка. Мне кажется, я нашёл притон. Да, я нашёл притон, где можно продать... Так, кому только продать-то здесь, господи, ё-моё, стойте. Люди, погодите. Да отвали-то нахер, чё я там. О, вот, продать. Сэл Друкс. А, так. Брат, сорян, но у меня нет денег, чтобы тебе забыли. Ясно. Мне уже говорят, типа, ниггер, крайс, не надо мне ничего говорить. Отстань, я тут занят, малех. У меня квест, так что, что? Старших нету, сори. Сорян, брат. Старших нету, Гана нету, ничего нету. Так что, вообще, не обессудь. Нам нужно сейчас заехать вот сюда вот и ждать, пока наша конопля вырастет, я бы так сказал. Ну, ладно. Вообще, лучше это делать ночью или же утром, но у меня нету так много времени, поэтому... Давайте мы сейчас... Так, где тут... Ай, блин, Друкс, жули. Друг. А, Друк. Друг. Посадить коноплю можно только в своём притоне, то есть мне нужен свой притон. Да, понятно. И где мне найти собственный притон или что-то наподобие этого? Я реально, ребят, я не нашёл свой притон, к сожалению. Что самое печальное. Но, надеюсь, где-то я его сейчас стыщу. Наверное, на нашей территории, может, где. Или просто мы не захватили его ещё. Вообще хз, ребята. Может, вообще где-нибудь на своей базе нужно это сделать. Пока что я просто немножко в недоумении. Но притона я здесь не вижу. Тут нет черепа, который как бы должен показывать то, что... Да-да, братан, типа, это притон, давай, сажай здесь. Просто здесь нету притона, и всё. Я, конечно, про... Нет, здесь, ребят, нет притона. И посему будем ждать. Но на этом ролик я, пожалуй, закончу. Возможно, мы захватим скоро этот притончик. И обязательно я посажу свои эти кусты конопли. В гетто тут, конечно же, всё плачевно. Потому что, как видите, народ особо не принимают. И смысла в этом как бы нету. То есть гетто у них пустует тут жёстко. Но всё же, надеюсь, всё будет намного лучше скоро. Поэтому я заканчиваю на этом. Приходите, ребят, в Балас Ганг. Буду всех ждать. Всем удачи и всем пока. Кстати, я здесь первый ранг, ребята. Субтитры подогнал «Симон»